30 августа, 31 день выхода, мысленно работал с тяжами печенью, тяж это в смысле имеется от гланд и куда он идет, то есть ощущается, гной без крови, кстати минус 600 граммов за сутки потерял, прогулка была с часу дня до 17.25, прошел 8.7 километров, ну большая прогулка. Энергии нормально, песенки пою, ножки норм, чуть уставшие после вчерашней прогулки не до конца восстановились, под конец подустал, так как шел под нагрузкой, тяжелые сумки, но в целом хорошо. Во время прогулки общался с незнакомыми людьми, наблюдал со стороны и вот на какой мысли я себя поймал, практически 99.9% людей у нас, да во всей стране думаю, как затравленные звери, напряжены, все до предела, агрессивны изначально, темная энергетика так и прет, к ним подходишь с позитивом, они смотрят на тебя, как на идиота и ждут какого-то подвоха от тебя, доведены до скотского состояния, выживаем, а не живем, неприятные ощущения. Раньше не обращал на это никакого внимания, а эти затравленные глаза, о каком здоровье нации может идти речь? Вот такие рассуждения. 31 августа 30, второй день выхода. Перед сном мысленно поработал с тяжами печенью, промассировал колени хрустят, колени на ощупь холодные, надо срочно найти теплые наколенники и сходить в баню попариться. Вроде бы уже открылись, стул, стул, все-таки козьи. Катушки идут, горячая отварная свекла плюс каша пшеничная с топленым маслом, отлично, это хорошо. Стул 21 день подряд, идет работа по очистке организма, общее состояние и настроение хорошее. Значит, в области горла наблюдается позитивная динамика, но очень медленно, буквально по миллиметру. На них слева до сих пор держится, покраснение гланд справа блекнет потихонечку, лучше чем было. Миндали на справа становятся менее белесые. Я ему советую найти хрен. Лишай на щеке слева не беспокоит, визуально не наблюдаю. На ощупь кожа в этом месте хорошая, без изменений. В 33 день выхода, 1 сентября, пожевал имбыль, быстро сплюнул, стало сильно жечь кончик языка. А я предупреждал, что все эти жгучие продукты, они могут быстро сжечь слизистую, как во рту, так и на языке. Поэтому еще разок вас предупреждаю, очень и очень осторожно. Ночью потел, белье влажное, плюс 500 грамм за сутки. Крови и слизи в стуле нет. Надел шерстяные наколенники, будем применять, и думаю, дело с коленями поправится. И, кстати, во время прогулки впервые почувствовал довольно сильно выраженное половое желание в лечении. Ну вот, это уже говорит о том, что практически восстановление организма произошло. Вот интересно он пишет. Горячая ванна, плюс оливковое масло. Втирал в тело поясницу, колени, стопы. Складываюсь пополам. Поясница тянется без боли. А ведь у меня была травма в области поясницы справа, с 10 класса. Это постоянные боли по типу зубной и треск, хруст. Я даже к этой боли привык, а вот теперь ее нет. Чудеса. Шерстяные наколенники на ночь. Общее состояние и настроение отлично. Чудеса продолжаются каждый день. 2 сентября, 34 день выхода. Шерстяные наколенники на ночь. Прополоскал соленой водой, а затем водой с хреном. Хорошо. Ощущаю гланды и область печени. Значит, опорожнение полное. Никаких посторонних включений нет. Жую хрен. 5 минут. Отрезаю небольшой кусочек. Отлично. Жевать намного эффективнее, чем полоскать. Значит, припекает гланды, миндалины терпимо. Жую до кашеобразного водянистого состояния. Затем выплю. Нормально. Очень хорошо по ощущению. Остается наблюдать. День хороший. Стол 23 день подряд. Что ему еще? Пишу. Жгучего поменьше внутрь. Этот вкус сушит кал. Значит, в рот положили, пожевали, чтобы парами гланды проработать и выплюнуть. И запомнить, как жгучий вкус действует. Эти ощущения вызывать при работе с тяжем. 3 сентября, 35 день выхода. Спал хорошо. Общее самочувствие, настроение хорошее. Набрал 1 килограмм 200 грамм за сутки. Опорожнение полное. Хорошо. Хорошо.